Не миллион алых роз, но тоже немало. В теплицах Сыктывкарского агрокомплекса последние приготовления к международному женскому дню. Свежие розы там срезают каждое утро. В холодильниках цветы ждут часа икс, 8 марта. Александра Головина увидела всю красоту своими глазами. Вот она, настоящая святая святых, особенно накануне 8 марта, розарий. В день здесь собирают до тысячи цветов. Правда, сейчас уже не найти здесь ни одного распустившегося бутона, цветоводы. С самого утра как следует поработали и собрали весь свежий урожай. Татьяну Зизганову можно по праву назвать настоящей цветочной феей. Работает с основания розария, а значит, знает каждую розу. А их здесь на минуточку больше 11 тысяч. Растение непростое и дело далеко не в колючках. Все может среагировать. Не такая температура, не такой воздух, не такое удобрение. В общем, капризный цветочек. А вас саму вообще можно удивить цветами? Дарят ли вам цветы? Дарят цветы, можно удивить. То, что мы выращиваем, это работа. Она, конечно, приятная и красивая, но когда тебе от всей души дарят букет цветов, это непередаваемо. Желтый солнечный свет, теплый воздух и зелень, много зелени. На полутора тысячах квадратах сейчас выращивают 11 сортов. Это и классика, красный престиж, новинки, черри бренди и джемиля. Этот сорт джемиля, он очень красивый, двухцветный, розовый с белым. Новый красивый сорт мы привезли из Подмосковья, из Калужской области. Всего на смене три цветовода. Работы много, цветы нужно вырастить, затем собрать, отсортировать. Ухаживают за розами очень внимательно и аккуратно. Все делают вручную. Капельный полив – единственный автоматизированный процесс в теплице. Питание идет автоматом и под каждый корешок. Вот этот цветок, я думаю, что он завтра будет готов. В теплице, отмечают у сотрудников, просто не бывает зимней депрессии. Зелень и красота. И все краски радуги. Вот такой профессиональный бонус. Наши цветы очень долго радуют глаз. До двух недель наши цветы могут стоять. К 8 марта делаем технологически определенные моменты. И у нас цветов немножко побольше. Свежие цветы срезают каждое утро. В день это около тысячи. В канун женского праздника объем увеличили. Традиционно в этот период хлопот здесь прибавляется. Все для того, чтобы милые дамы 8 марта были самыми довольными и самыми счастливыми. Александра Головина, Олег Костромин, телеканал Юрген, Сыктывкар.